Доброе утро. Так, ну что. Доброе утро, ребят. Время уже 11. Я закинул вещи постирать. Всё. Всё, собственно, по поводу SSD. Ваня мне помог, настроил. Там всё работает. Диск оказался быстрый. Ещё буду заказывать, когда будет скидка. Пока скидки нет. Сейчас буду, собственно, пойду в магазин, куплю поесть. Что-нибудь поем быстро и поеду уже с корешем снимать. Вот как-то-то разложил вещи ещё куда-то. Меня на самом деле впритык, чтобы всё успеть. Хотя вот тебе выходной, да, казалось бы. Время полностью принадлежит мне. Уже раз-раз, уже какая-то бегодня. Пока выложил всё для съёмки. Пока закинул стирку. Я на самом деле поздно встал. Где-то в 10.30. Пару будильников отключил. Потому что незаметно-незаметно с этим SSD я что-то очень поздно лёг. Причём, когда Ваня мне помог, это заняло, не знаю, там, 4 минуты. Вот что значит, когда шарик. И у него была такая проблема. 4 минуты, всё. Там, оказывается, надо было создать том. Создаёшь том, собственно, форматируешь, всё. И он начинает видеть в мой компьютер этот диск. Всё работает. Опять же, он не работает с этим. С камерой, как я понял. А с телефоном ещё не пробовал. Ну, вообще, я возьму такое же, когда будет скидка, если будет за 4 800. Вставлю в комп один. Один у меня будет внешний. И потом со временем возьму один внешний 2 терабайта. Всё-таки сан-диск. Он самый, вроде, надёжный. И всё. И по памяти у меня будет нормально. То есть у меня фактически будет 2 терабайта, 4 терабайта и 500 гигабайт встроенных. Ну, комп до этого. 4,5 терабайта. Ну, и плюс флешки по 128. Там их просто уйма. 128, но 256, я думаю, там максимум, который может завязаться. Что-то сегодня купил круассаны. Видите, купил мясо. Думал, там вообще ценник 130 рублей. Но размечтался. На кассе, скорее всего, там показывал 138 рублей, наверное, за другое. Но на кассе выходило 155. Не знаю, либо они просто эти ценники не работали. А обычно по штрих-ходу должно пробивать 138-108. А в итоге там по весу всё равно 155 и ещё и 198. Это обман. Как за свежие. Ну, в итоге мне сегодня вышло 510 рублей. Надо прийти домой. Сейчас быстренько подкрепиться, собрать технику. А, сделать кофе. Разложить разложить всё в одежду пластированную. И выдвигаться. На всё про всё где-то минут 10. Отсего. 10-15. Да он успеет. Переодеваться не надо так. Имба. Фух. Сегодня даже жарко. Сейчас жарко. Хотя, вообще, была идея на то, что будет дождь. Я вообще думал, что сегодня не поеду, потому что будет тоже дождь, потому что всю ночь лью. Ну, видите, нормально. Оказалось, вполне себе. И можно как бы снимать, ехать. Имба. Сейчас надо только расчехлиться. А так, на самом деле, вот что по дискам, я думаю, что это более чем достаточно. Но, видите, когда будет скидка 4,800, если найду такой момент 4,800, то возьму. Считаю 2 терабайт. Отлично. И потом уже, когда доделаю все свои дела, возьму 2 терабайта внешние ССД за 14. Всё. И всё. Уходить. Я так и приехал. Ну, ладно. Сейчас все успели быстро разложить. Кофе с головой сделаться. Кукуруассан. Ещё 3 минуты. Надо выходить. Подвигаюсь. Собственно, всё успел. Постирал, разложил вещи. Ещё съел пачку кукуруассана. Кукуруассан 265 грамм. Обошлась она мне стола 9 рублей. Было вкусно. С кофейком попил. Ну, а вечером буду готовить. Потом у меня курица, гречка. Смотрите, как выгляжу неплохо, на самом деле. Так спортивно. У меня что-то очень быстро начало отрастать борода. Просто чуть ли не через день бреюсь. Не знаю. Такой мучка. Ещё то, что хорошая погода. Вообще, даже солнце нет такого. Поля. А, есть. Полящее солнце, но ничего страшного. Я иду абсолютно налегке. Сегодня, когда выходил, задумался по поводу штанов, чтобы взять вот эти вот здоровые. Но мне они сейчас ни к чему. Мне надо доделывать дела. Тут как-то недавно въехали на жиги. Вон, стоп, лишь, болеть. Врезались. На каком-то жигуле. Сори, тут шум. Бейте, сейчас строят. Такая история. Так, пульт я взял. Пульт, кстати, у меня в кармане. Отлично. Хорошо положить на тройку. Может, на обратном. Я, наверное, на обратном подси положу. Хочу на два месяца сразу купить. Но сейчас спешу, лучше на обратном. Ну что, ребяточки, вот я и дома. На самом деле, установку эту можно даже улучшить и снимать с Рига. В целом, это было бы даже удобно. Перекину данные сразу на SSD и буду с SSD работать. Как-то так, ребяточки. шел я гулять дальше. Собственно, чуть-чуть прошелся. Поснимал, поснимал на Воробьевых горах, поснимал, собственно, где-то еще в центре на Курской, от Курской до Воробьевых гор. Смотровую площадку. Много всего интересного, много футажей. Вот использовал, кстати, этот сегодня SSD-шник, SSD-шник МБА. Можно, конечно, такой иметь и 2 терабайт. Прям потрясающе. Не сказать, что он гипер-пупер быстрый, но по сравнению я перекидывал с флешки на него сразу. Это удобно. Это очень удобно. Работать с материалом так намного кайфовее. Так что, в принципе, я доволен. Опять же, он стоил всего 4 800. Если будет скидка, я еще один возьму. Естественно, там какой-то супердорогой нет смысла брать. А еще один такой же мне нужен в комп, потому что завтра придет этот как его штекер. Собственно, этот штекер я уже буду использовать под второй SSD. Вот так. Сейчас попью кофейку, буду монтировать материал, пока закину шорты через VPN. Вот так и живем. Конечно, летит молниеносно уже 8 часов, и мой выходной заканчивается. Это, конечно, жесть, но с этим ничего не поделать. Я радуюсь этому, собственно, на SSD. Понял, что, в принципе, с Ригом было бы ходить по метро вполне возможно, вполне здорово. и есть, кстати, в Москве классные места даже для зимы. И зимой есть что поснимать, что не надо переживать, что вот, там а-ля, сезон закончится, и все. Нет, есть места, которые можно снимать, кайфовать, получить максимальное удовольствие от жизни. А не ночь, решил такую зеленую атмосферу сделать. Думаю, вышло неплохо. записал гайд, надо будет записать видосик для нового канала. Не знаю, успею я там пойти на турник. Уже темнеет, я, наверное, не успею. Но уже не видно ничего. Можно без съемки просто пойти. Так, что-то я забыл микрофон на самом деле. Иду позаниматься. Думаю, позаниматься немного. Какой-то тухлый, наверное, курицу я купил. Соседи говорят, запах типа, вся квартира пахнет. Пойду позанимаюсь, чтобы вечер прошел потрясающе. За звук, видите, забыл петлички. Эту петличку взял, а сам штекер забыл, поэтому иду без петличек. Собственно, потом смонтирую видосик, этот блок. Нормально, надо свежее брать. Брал по спидке. Я еще готовлю не соли. Приправы много, но, как видно, совсем, когда мясо. Надо взять, попробовать масло, лука. Короче, придется научиться нормально, чтобы не пахло готовить. Я, видите, плохо готовлю совершенно. Утроуборка. Вот так. Что, сейчас позанимаюсь на турничке. Мне кажется, за что, ну вот ребята говорят, что это за шкурки. Типа надо убирать с курицей шкурку, тогда запах они. Ну, не знаю, скорее всего, просто она не свежая, потому что она два дня остается, скорее всего, она просто не свежая. Блин, мне она завтра тоже такая. Что, возьму масло, дай что-нибудь придумать с ней приготовить. Первый подход сделал. А так, иногда мне бомбит. Ничего, рано или поздно я буду один жить. Ну, это фигня, все это просто. Видите, бывает. Завтра убираться, но я, в принципе, так и думал, что моя очередь завтра уберусь. фуф, так, ничего. Собственно, мне надо сейчас доделать цель. Видите, завтра шлейф придет. контент распределил. Заниматься спортом. Блин, это, кстати, хороший повод начать готовить нормально. Я вот раньше, ну, тоже как-то пахло, да, еда. и типа приправу начал добавлять. Я просто не солю. Надо сделать, да, что-нибудь. Масло купить, попробовать. Скорее всего, просто тухлое взял. Ну, не сильно. Курица такая. Опять же, я кожу не убираю. Может, кожу убирать. Надо пробовать, короче, экспериментировать. Интересно. Занимался уже совсем по-другому. Сразу самочувствие. Намного лучше прям чувствуются мышцы. Комфортней. А так, конечно, я вспоминаю, когда жил вот в комнатке. Мне нравилось. Фух. Интересно тоже было. Период. Сейчас главное доделать цель. Нормально. Потихонечку двигаемся. Пойду домой. Сразу другое состояние. Фух. Такое. Я иногда встаю от людей. Мне, видите, вообще в Москве мне нравится. Как бы... Ну, тут, блин, дорогое жилье стоит. А зарплата никакая. Ну, если ты не в какой-то компании, ты супер. А, сожилье, реально дорого стоит. Ну, зато красиво. Вот сегодня классные снимки были сделаны. Ничего. Прорвемся. надо заниматься спортом, не сдаваться. Хобби, спорт. Ничего. А так это всего лишь этап жизни. Все это фигня ничего не стоит. спортом, спортом я хотел забить сегодня, не пойти. Но потом думаю, блин, надо сделать. И так, не почитал, тоже как-то не очень. Надо все-таки вот эти маленькие вещи обязательно делать. потому что из них, из этих мелочей состоит жизнь. Совершенно другое ощущение. Когда-то сходил там, позанимался. А как-то, знаете, с людьми было легче. не так сильно обращаешь внимание или там концентрируешься на ненужный шум. Фух. Да, прям кайф. Не зря пошел. Отлично. Пока вроде не продают. Ну, я знаю, не продали эту хату. Я вот живу. Надеюсь, успею доделать все свои дела. Фух. Со светом решил, свет не будет. Не буду. Не нужно брать второй. Так нормально. Грех жаловаться. Все отлично. Завтра, наверное, масло возьму. Что-то не пахнет. Как бы еда, не знаю. Я было время не готовилась, как тоже не пахнет. Но не готовить не вариант. Дороже будет выходить. Такое. Так, собственно, блин, вообще другое ощущение. Сходил на турник, просто потрясающее ощущение. А так все. Надо заниматься, заниматься собой, прокачивать, быть, короче, волевым человеком. И все будет. Все будет потрясающе. Успел шелтся, закинуть кайф. Все сделал сегодня. На столе Витте лежат забыл. Вон, ничего бывает. Петлички. Только подогнал шосед. Сейчас буду есть. Есть охота. Впервые только ем время 8, а я еще не ел нормально. ел только круассаны и рулет один, потому что была съемка. Видите, мне подогнали. О, вкуснятина. Оболчите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова